по магазину он не так хорошо все ну мы просто посмотрим какой я уже думаю что магазин крутой человодческий магазин тележка сетка видишь магазин спрашивать то что ты хочешь я не знаю я потерялся скажу честно эмоции много он там видишь есть ващина и для нуклеуса да режут конфеты германии мусора примерно 20 разных видов размеров франки он говорит каждый делает свое поэтому то очень много можно говорить прощины могут плащины смотрите сколько ващины очень очень много разной ващины сколько ващины это все ващина разная до данным полурамки вот этот воск килограммовый иду-иду 2000 артикулов говорят 2000 артикулов предлагает товаром он 1 900 1000 не 2000 это 2000 2000 2000 артиклер тут оба 1900 тысяча 900 это не очень хорошо все эти артики ты в общем и звук 1000 1900 артиклер тебе не нужны то есть получается звуки что-то хобби хобби я хобби инга и кауфы он и кауфы с облахом в очень много маленьких пчеловодов покупают по-немецки сказать навоз я не знаю даже как ну в общем говно пчеловоды профессионалы покупают только то что им надо лишнего много да и всех артиклер 2000 артиклер сколько-то 100 артиклер которых более-менее 1900 это бесполезная артики как сказать запустывающие славя красив скотопка крем и сапир иду генда с бенгешев генда с бенгар генда с бенгар генда с бенгар Я снимаю. Я в камеру смотрю. В 23-м году начал ракет. В 79-м году я начал это больше. В общем, это все было в 23-м году, если я не соберу, значит, еще прадедом, да? Который начинал раунд. В общем, как у всех, кто-то мог что-то произвести, продать. А Херзайб уже начал это все расширять в 79-м году. Ну, то есть, как бы, развитие такое. То есть, постепенно. Нельзя любой бизнес... А почему они когда начнут? Он... В 82-м году. В 82-м году. Спасибо. У нас... Это полный раунд. А вот полицейский очиститель, что-то спрашивал. Лент. Лент. В общем, вибрирует. Просыпается, вибрирует. И выдувает, как мусор. Какая его цена? В Германии? Да, там написано. О, смотри, как раньше уля были. Это еще прадеда уля. Традиционный. Традиционный уля такой. Интересный такой. Хинтербек. Хинтербек. Уля как павильон у нас были. Угу. Угу. Сюзаблейга играл, да? Да, да, да. Да. В общем, тут отводок... В общем, пчеловодство он начинал, выучил вот в таких улях еще. И родители у него имели вот в таких 100 улях. Смотри, какие плакаты красивые. Можешь все смотреть и спрашивать, что заинтересовало. Вот это то, что мы делали. Спроси... Подожди. Вот это то, что мы видели там. А, естественно. Вот. Ваня, Ваня. Эта деталь. Вот то, что мы видели там. Смотри. То, что это они производят сами. Одна из вещей, которые они производят. Женя, спроси. Сейчас показали, что есть вощи, которые делают канны. Это сразу сушь из воска. Просто сушь. Просто сушь. Просто сушь. 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 Еще раз. Как говорится? Уже...? Уже. 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 Ужи. Уже. 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 все в этом изготовленном варене это так же, что они купили теперь что уже кто-то употребил не покупайте, что они не купят они никогда не покупают варене не, не, они не производят машины но не изготовлен он сказал, что он слышал а это уже машина не, не а еще никогда Но еще не было. Почему? В 24 часа можно выстроить с водой без проблем. Почему это нужно? Как есть в пластике? Пластик? Пластик? Но все не было. Пластик. И все остались от рынка. Они не продаются. В прошлой годы это было. Почему это не работает? Почему это не работает? Почему это не работает? Нет, нет, нет. Вот. Бененвахс. Мы консервативы. Поехали. Потом... Я ничего не показал. Хоризонт. Для лошадей. Для пастухи. Иду. Что? Костюм. Текстиль. Как он сказал, тут вам, к сожалению, не может ничего объяснить. Потому что это не его... Они сами... Продукционируют здесь? Нет. Это в Германии. То есть товар продается... Покупается и продается в Германии. Это дороже, чем у других, но и хорошая квалитет вещей. Это дороже, чем у других, но и хорошая квалитет вещей. Это старый бутерфаз. Бутерфаз, ты знаешь такое? Это маслобойка. А, бутерфаз. Я думаю, что это с медом. Я бы не хотел. Да, да, да. Это история. Я бы не хотел. Это не за мамой. Это просто Миле. Да, да. Так что это просто Миле. Да. Ох, да. Ох, да, все. Все машины... Смотрите. 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 В последние годы это было в городе, только с нами, где люди из каждого дома были ими. В общем, он мне спросил, ты знаешь, что такое, я не знаю, он говорит, вот это вот только у нас было в деревне, раньше люди много очень забивали, то есть речью расходение. Добавь их реше, убавdisciplinary с дизайком, результатом добавление этого нет. Это обрабатывание. Именно уродить все это вместе с дизайнерами. Наши мишки. И потом нахуй, и бисеть, в них, нахуй, и вот. Держи бюхсы, и вот. Держи машины, консервированный, и так далее. Наставит все. Все автоматически, так можно. В общем, Вань, это машина, которая закрывала консервы в банке. Получается, люди много забивали, потом, чтобы сохранить свое мясо, переделывали его в тушенку по-нашему, и вот эта машина делала крышки на размере. Потом сюда стоялась банка и закатывалась, то есть консервы. И потом это шло все автоклопли. У них эта машина была единственная в деревне, то есть эта машина реалитет. И поэтому все соседние деревни с ним ходили вот, чтобы дозать и закрывать. Это еще одна разработка из Лега, но она не имеет никакого. Она не имеет никакого. А итальянцы в Леге, он считает, что это так и ушко. И ушко не ходит, да? Я сейчас уже очень много. У меня уже не продается. У меня уже есть 990 евро. В общем, не продается это изделие. Иди, иди. Видел, да, сколько трав вот, чтобы, ну, такой с разной тут смеси семян и все, чтобы садить все, чтобы пчелы кушали. Вот, кстати, твоя тема даже для певцы. Много. Купер, да. Да, это не так. Но все, мы, это так, же в нашей семье, мы купили все еще и все еще и мы употребили все еще еще. В общем, один из этих, которые лежат в меморье, это последний, который купил у производителя, то есть, как он сам постоянно купил, то есть, это последняя его закупка была, и всё, они продукцию остановили. В общем, вот ты же спрашивал меня, для чего это было, это вот когда ты смотрел эти павильонные ули, ты там сидел на тубаретке, это было удобно в то время. То есть, у каждой вещи есть своё время. Что, разное? Да, да. 95 евро такой стоит. Красивый. Так, кто-то просто покупает. Разновидность. Видел, Ваня, какая же самая медагонка? Да. Гранная передача. То есть, получается вал, вот тут вот, береги, наверное, на ней. Насовки. То есть, шестерней не было? Да. То есть, за счёт трения вала-обвал? Да. То есть, конус-конус и... Крутил не будет. Том, ещё есть старее, Ваня. Ещё есть старее. Я не успеваю всё. Бегу-бегу. Да. Это было первое. Ага. А ещё раньше вот такие будут. Ум 1900. В 1900 году. Ну да, 1900 году. А здесь уже 100 лет. Это время медагонки больше 100 лет. И моя история, да? Да. Всегда история. Чтобы без сотовых пакетов передавать? Да, это деньги. Пластик. Там ещё банк в глаза делался. Ну, 20 евро, конечно. Без сотовых пакетов. Да. По такой цене можно купить сразу пакет. Пакет. Чёрный. Отклейки. Пакет. Пакет. Как вы работаете с Катаром? 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 Стоит всего-навсего около 1000 евро. Как вы работаете с Катаром? 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 Ну, тут по магазину, наверное, нет. В общем, он хочет идти на обед, потому что немцы обедают в обед. Да, класс. Он может прислать хоть кого-то, но в полчаса он придет. Или через полчаса он сам придет. Я думаю, что у нас все, да. Но если нет, то он хочет действовать. Он хочет действовать? Да, очень классно. Супер. Супер. Гот. 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 Как бы хотелось бы купить все. Очень красиво все Die serieTist очень, как ты, так сказать. Большое спасибо, что уделили нам время. Да, да, да. Это очень, очень удивительно. Хорошо. Все, закрываем. Хорошо, я сейчас спасибо вам. Если вы хотите, я вам покажу. Я тут уже все. Логушка для вас, медогонки, сушилки, въемка для пыльцов. Это то, что мне хочется, это то, что мне надо, но цена, конечно, сыпется. Лысые свечи, силиконовые формы. Руды, силиконовые формы, силиконовые формы. такие смотровые улей красивые здесь разный инвентарь для рамочек баночки гвоздики стамески вилочки пресс медогонка крутой магазин много много чего тут тоже оборудовал тут какой-то экстракт чистый я не знаю килограмм 162 это прополис ровар то есть но от корябан до 100 грамм 22 ойра такого пыльца перга 29 варен 200 грамм полис какие-то жидкие пыльца в пыль передел мукой в пыль которую я продавал по 100 гривен килограмм тут 6 евро вот смотри пыльца тоже да пыльца опять восемьдесят сало 230 грамм 230 это со своего со своего это эксклюзивные это не просто конфеты разные лед напитки но очень много шампуни 850 850 750 850 вот это что манука 56 95 прополис с медом 250 грамм цены я понимаю что человек подавец стоит и клеит на наклейку потому что нет людей сейчас идет перепаковка меда упаковка сразу да да ну то есть расфасовали час пишет наклеечку свет на дно цена все это с испании что-то да сколько эта баночка стоит на ценник ассо даст ну датун достатка 680 полкилограмма вот саканцева смотри акацер 650 3 а вот за килограмм вот цены смотри а это за килограмм да 13 а за ну половину чувак семечки ету с украины посмотри даже украинское меда испания 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 но испания занимает евросоюзе первое место по производству меда подожди может это и есть украинский мед никто же не запрещает его назвать испанским ну я думаю что теоретически возможно но наверное практически оно так и есть есть био вот это вот био био мед типа да это то есть экологически чисто органический гормаш вот 850 евро за полкилограмма да магазин конечно очень круто красивый хозяйство крутое ну свитч слоники 320 свитча 320 евро это тоже разные книжки очень интересные тут номерки плакаты рекламные много какой то аппаратуры непонятные для нас ну есть книги это маточный мочек Женя для чего вот это аппарат это это скорее всего короче смотри это какой то нагревательный элемент нагревательный элемент я не вижу что это такое короче что то не мне вот тут написано все для матководства вот я думаю может мисочки делать вручную слушай блин ну тут смотри видишь тут же насос какой то и шланги да я не знаю что это такое ну ничего ладно что у нас тут есть эвк а вот это мед это вот маленькая это мед перекачивает насосик какой то тысячу евро да тут оторвано поэтому я не могу сейчас сказать тысячу евро это поилка или что что вот это такое поилка для пчел да вот для валька без крышки видимо или что уценили до 10 евро а вот для вывода да длинный ящик да то есть вот смотри вот что касается ульев под денисовских да конкретно лишь два размера сразу проделано да то есть можно так рамку поставить а можно так рамку поставить сейчас смотри то есть кормушка сбоку вставляется кормушка сразу тарушке сразу как сказать в общем то есть такие так рамку можно поставить так рамку поставить вот смотрите адаптер это переходный то есть вот эти они все как сказать средна их конструкции но сам заключается в том что если ставишь эти вот адаптеры то какая Грубо говоря, если это все убрать, то получится, что можно сюда использовать. То есть кормить сразу, закармливать. То есть получается, сейчас смотри, если мы берем кормушку, то есть почему я хочу у тебя заказать твои тетивы, что я их могу под нормальную массу сделать, то есть получается вот это первоначальная конструкция, то есть получается ты можешь использовать ее так, это сандерная мачка, если ты ей не будешь пользоваться, ты можешь ставить кормушку и пользоваться нормальной массой по Германии, пользоваться нормальной рамкой сразу, то есть закармливать, размножаться, то есть вот это мулей. Но я считаю, мне кажется, проще так скормить, чем вот так вот, да? То есть для меня удобно было так переделать. Так сразу кормушки не надо было. Да, ну тут прикинь, это бруски, мне кажется, тут одна деталь, во-первых, две, вот так удобнее сделать. Многие используют мини-плюс, допустим, да, ну мини-плюс, примерно вон они, ну да, ну в принципе мини-плюс. Так если у тебя мини-плюс, то есть получается тебе надо все равно как-то сажать, пчел или еще что-то делать. А в каком уле у тебя, ну, понятно, да? Сейчас сказать. На полной рамке. На полной рамке. Да, на полной рамке. Смысл в том, что ты с этого можешь пересарить в большую уле не маяц, понял? Мое мнение, лично мое мнение. А тут вот прикольно сделано, что ну так, вот это вот, что два размера в один. У нас же можно фрезой так. Да, фрезой так. Да, фрезой так. Вон она форма такую. Это как вариант, вот Денис Буш если делает, надо думать наперед себя. Вот конкретно в этой конструкции, видишь, все сделано, то есть фальс выбрали и все. А тут кормушечка сразу. Сразу они сделают стартер, можно использовать, да, как стартер? Да, как стартер. Меня многие спрашивают, можно использовать, нельзя. Ну, как бы теоретически, либо можно, практически я не использовал. Нам удобнее трехрамочник, потому что она будет таскать. Ну, проще. Прочим, гораздо меньше. Меньше. Она накрывает, наверное, просто нет? Все для мотководства. Цены лишь разняться. Получается, вот эта идея там, по чему, я типа главный декор. Кстати, эти. Эти. Эти, Рианна, видел? Угу. Они используют вот эту влагостойкую фанеру. Да, можно везде использовать. Получается. Ну, идентичная, как я верю. Нифига себе вес. Угу. Разница за три по весу. Ну, наверное, в раза три. Больше. Сколько она стоит? А по цене на евро еще дороже. Дерево? Да. Допустим, я бы не хотел таскать их. Вот, возьми, смотри. Этот ящик. Это ящик специально на островах, на облётниках используется. Да, да, да. То есть, получается, чтобы не таскать, ты же не можешь, ну, как там. То есть, получается, тебе так надо таскать, это используется больше для того, чтобы пересуки. То есть, когда, допустим, я тебя попрошу увезти мое, допустим, как мы столиком возим, да? Я столику привожу, мы по четыре штуки обязываем. Ну, как? Обязку, да, делаем на четыре штуки. То есть, получается, что он должен выбибить свои данные, ну, так. И все. То есть, я тебе ему привезти, и ты сразу, ну, в одной руке там четыре штуки унесешь. Почему пенопласт? Вот сюда сейчас мы поставим деревянный. Понимаешь, кровь вес будет? Наполеусы практически, если поехать на какой-либо облётник, да? То есть, допустим, ну, как сказать так? Покарники, да, они все на АВК работают. Во-первых, деталей очень много. Я не буду говорить про количество деталей, да? Ну, и цена, допустим, вот. 16.95, да, цена ухлеуса. Киллер, допустим, мы берем не шерк, да, намного. И я не знаю, почему карники, допустим, вот. Из всех карвен, где я был, я знаю те, что у нас рядом, они берут на этом плане. Ну, эти тоже берут, ну, клеусы, так скажем. Ну, мэр Вабенкески. Ну, то есть, в рамочных ухлеусах они берут тоже. А, допустим, острова это только вот эти. Ну, это удобно, что ты, как-то маленький объем, ты много можешь транспортировать, то есть просто работать. А БАКФАС, как бы, ты можешь привезти, конечно, свой ящик и этот, ну, все вместе. Ну, они все, как бы, в этих, мэр Вабенкески, я не знаю, как просто. В нормальных ухлеусах только диск ПТА должен быть. А где диск ПТА? Литковый. Литковый. Литковый заградитель должен быть, который это самое, ну, понимаете, да, что я? Чтоб трутня не запустить. Да, чтоб трутня не запустить. Не запустить. Вот, Денис, кстати, шпателя по два ойра, мы вчера купили по ойра 80. А Швейцарий стоит 37 уровень. Тут? Вот, я про это, где-то муфлеус. Поехали. Швейцарий? Олдай больше. А я присягну. Вabl PR3 ДРВ5. Это патта. Ваши супер.